Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами зайдем на один проект, который называется Alamo Roleplay, расположенный на мультиигровой платформе 5M. На этот проект я уже заходил. Открылся он 15 февраля, но при открытии здесь практически ничего не работало. Посему и нету никаких записей. Ну и следуя из этого же, у меня и нету меню кастомизации, потому что было это давно уже, полтора месяца назад. Ну вот вроде бы как здесь что-то поправили и вроде бы как можно играть. По крайней мере посты в группе ВКонтакте идут с этого проекта достаточно регулярно. Есть Дискорд, есть группа ВКонтакте, где можно почитать какую-то информацию. Ну вот мы и заходим на этот проект. Что же мне не понравилось, когда я сюда пришел? Да то же самое, что и сейчас. Визуально ничего не изменилось и вряд ли что-то изменится. При заходе сюда здесь не работало очень много всего, поэтому досконально я рассматривать не стал. Но вот сейчас уже можно, например, заметить, что мой персонаж почему-то периодически меняет походку. И происходит это каким-то дерганым способом. Я переключал походку, как бы обновлял ее через эту менюшечку, но она все равно почему-то потом дергается. Ну и сами меню. Я всегда обращаю на это внимание, там мелко или крупно написано, красиво-некрасиво, а вот здесь даже и говорить нечего. Вот меню вот такие, вот они все. Они просто вот в цифренно-буквенных обозначениях. Никаких картиночек, никакого визуального эффекта, каких-то красот мы здесь не увидим. Они очень сухие, такие вот, ну вот вы сейчас видите, вот все меню выполнены вот так. Тут все написано. Ни картинок, ничего здесь ждать не следует. Очень красивая, кстати говоря, карта на этом проекте, но тоже такое себе решение, потому что карта все время уменьшается. Любое действие, какое вы сделаете, карта сразу же уменьшается зачем-то. Я не знаю зачем. Ну а по меню очень сложные. Они очень сложные, разобраться в них очень сложно. Они не интуитивные, не читаемые и еще к тому же они тут немножко перемешаны с другими менюшками, с других проектов. Это я потом покажу. Ну а в принципе больше сказать-то про эти менюшки нечего. Вот они такие вот. Но зато очень много в них чего не работает. Так, например, если я пытаюсь повысить уровень воспроизведения микрофона, то это все сваливается обратно на нули. То же самое с походкой, которую я сейчас пытался настроить, все равно она потом будет дергаться. Никак мне это не исправить. То есть как это было на начале, на релизе, то и до сих пор эти менюшки практически ни хрена не работают. Ну и в совокупности с плохим оформлением и неинтуитивностью данных менюшек вы сталкиваетесь с трудностями ассимиляции на этом проекте. Очень сложно что-то понять. Как всегда, ну, наверное, мне везет, я столкнулся с одной и той же проблемой, которую я озвучиваю везде. Да, приходит новичок, нужен какой-то транспорт, пытаемся найти. В этих менюшках хрен разберешь вообще, куда тебе надо идти, в какое меню. Приходится постоянно все перелистывать. Оказывается, аренда транспорта здесь есть, но надо искать в меню магазины. Заходим в магазины, и тут аренда транспорта. Но, как и на большинстве проектов, где я на это бомблю, иконки разбросаны как попало. Начнем с того, что да, аренда транспорта на этом проекте есть. Есть аренда автомобилей, есть аренда так называемых мотоциклов. Почему так называемых, вернемся чуть позже. Можно искать через меню GPS. Смотрим на карте, замечательно, вот оно выставляется нам. Значит, все нормально. Проследуем туда, куда нас привела GPS, по назначению аренда транспорта. А тут нет ни хрена. Вот уже какой проект подряд, я сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Почему вы делаете вот так, мне сразу же интересно. Вот зачем? В GPS выставляем аренду, GPS нас ведет, мы бежим туда. Бежать надо на самом деле минут 10. То есть, тратишь свое время. А на этой точке ничего нет. Здесь нет никакой аренды. Зачем это сделано? Вы не знаете, что у вас есть такой косяк? Вы недавно открылись? Вы не понимаете? Вы не разработчики? Вы купили это все? Почему так происходит? Здесь нет аренды. Вот ее здесь нет. А навигатор меня сюда привел. Вот уже какой подряд проект я бомблю вот именно на это? Как можно вот так вот делать проекты, звать игроков и вот с такими косяками? Я не знаю, у меня слов нету, серьезно. В общем, искать аренду транспорта нужно по карте. На карте написано аренда мотоциклов. Куда поставили эти точки? Тоже отдельная эпопея. Вот если вы хотите арендовать какой-то транспорт, точно он будет стоять в какой-то глуши. Рядом с арендой транспорта не будет ни одной ключевой точки. Если вы где-то на стройке или там, не знаю, на вокзале, будьте уверены, вы будете бежать до этой аренды хрен знает сколько. В большинстве случаев проще добежать уже до нужного вам места, чем бежать до этой точки аренды. Как их ставят, я не знаю. Вот недавно я показывал проект, где как раз и говорил, что на каждой ключевой точке есть аренда транспорта. Здесь же аренду транспорта как специально разбросали так, чтобы до нее надо было постоянно бегать. Да и, наверное, в целом о проекте можно сказать, что это некий симулятор бега, потому что бегать вам здесь придется очень много. Начиная с того, чтобы устроиться на работу, вам нужно бежать в мэрию. Все трудоустройство происходит через мэрию. Такое себе решение, я уже неоднократно об этом говорил, оно нереалистично, оно какое-то, ну, не знаю, мне не нравится это. Потому что все время вам надо бежать в мэрию. Ну что ж, бежим в мэрию. Мэрия выглядит вот таким вот образом, и тут есть это меню взаимодействия. Вот как раз-таки на этом меню-то я и вышел в прошлый раз, потому что когда я зашел, выбираешь профессию и все замирает. Вообще зависает наглухо, но сейчас это работает, выглядит как вы сейчас видите. Ладно, устраиваемся на работу. Для начала выберем профессию строителя, хотя вот какую профессию выбирать, я даже не знаю, потому что уровней нету, есть просто вот рабочие занятия. Некоторые требуют права категории С, категории Б, некоторые не требуют. Выбирайте любую, в общем-то, значения не имеет, на какую работу вы пойдете. Но еще некоторые, такие как, например, таксист, требуют покупки лицензий. Где она покупается, на самом деле даже не стала разбираться, но я думаю, что есть какая-то точка по продаже этих лицензий. Но это, видимо, не здесь. Ладно, мы устраиваемся и опять сталкиваемся с тем, что нам нужно добраться до этой точки. Переходим в меню, выбираем GPS, выставляем, и он опять выдает точку, в которой нет аренды. Вот если вы придете на этот проект, даже не пользуйтесь этим GPS. Это какая-то шняга вообще, вот серьезно. Я не знаю, зачем это сделано, блин, но она приводит туда, где нету этой точки. Поэтому не пользуйтесь этим, будете просто так бегать вот это расстояние. А расстояние, как я уже сказал, здесь приличное. Если хотите арендовать транспорт, нужно воспользоваться картой. На карте написано аренда мотоциклов. Но не ждите, что аренда мотоциклов будет где-то рядом. И да, да, казалось бы, вот она ключевая точка. Сюда вам придется бегать, ну я не знаю, десятки раз за игровую сессию. Но нет, здесь аренды нету. До ближайшей аренды надо бежать, бежать, бежать и еще раз бежать. И так постоянно. Как я уже сказал, это симулятор бега. Здесь вам придется очень много бегать. Ну а я же добежал до ближайшей точки аренды мотоциклов. Надо подчеркнуть, в меню написано аренда мотоциклов. И надо сказать, что это единственная точка, привязанная к ключевой локации. То есть к госпиталю. Да, вы появились в госпитале, и вы не будете бегать и искать аренду. Вот она здесь есть. Но это единственная точка, которая вот так вот привязана. Все остальные где-то находятся там, где ничего вообще нету. Не знаю, по какой логике их расставляли. Но здесь следующее. Во-первых, напоминаю, да, аренда мотоциклов. Но мотоциклов здесь нету. Просто переводчик перевел слово байк, как мотоцикл. А в английском языке байком называется и мотоцикл, и велосипед. Так что здесь одни велосипеды. Но так как я говорил, что менюшки здесь идиотические, да, ни рисунков, ни фотографий, ничего нету. То есть авторы предлагают мне заучить, видимо, название транспорта в игре GTA и ориентироваться по этим названиям. Но я не настолько долбаютый, чтобы заучивать транспорт в игре. Поэтому для меня эти слова вообще ничего не значат. Единственное, что я здесь понял, BMX это маленький велосипед. Все остальное для меня просто какие-то слова. Я искал мотоцикл, но мотоцикла здесь нету. Здесь только велосипеды. Ну, на нем-то мы и будем проследовать дальше. Аренда, блин, мотоциклов. Таких косяков здесь просто море. Вот у меня не хватает слов. Ладно, выдвигаемся дальше. А дальше мы, наконец-таки, добираемся до строительной площадки, на которую я устроился еще в мэрии. И здесь начинаются следующие косяки этого проекта. Устраиваемся, вроде бы все нормально, дается форма. И раз, на миникарте загорелся маркер. Естественно, я бегу на этот маркер. Замечаю, что на маркере стрелочка вверх. То есть, значит, мы находимся на разных плоскостях. Ну, вот как попасть туда, где горит этот маркер, я вот хрен его знает. Вот попробуйте догадаться, вот как туда попасть. Была табличка, надо подняться на башне. На какой башне надо подняться, хрен его знает. В общем, я здесь бегал, бегал, бегал. И уже собрался уходить, потому что я действительно не понимаю, как подняться наверх. Как увидел он там, вдоль забора, синий маркер. Но этот синий маркер не подсвечивается. Из точки, где я устраивался, его вообще не видно. Вот вы сейчас это видите. Его отсюда не видно. И надо было бы логически поставить первый маркер вот сюда, чтобы игрок прибежал вот сюда и понял, с чем ему надо взаимодействовать. И после поднятия наверх уже загорелся бы следующий маркер работы. Ну вот сделано вот так. Если не заметили, будете бегать хрен знает сколько. Потому что лифтов нету. Их в принципе визуально убрали. Их вообще нету. Только остались вот эти вот палки наверх ведущие. А лифтов нету. Ладно, идем на работу. Что ж поделать. Но вот ничего хорошего про это рабочее занятие я не могу сказать. Вот ну просто совсем. И начнем с того, что вам предстоит бегать между четырьмя этажами. Есть две площадки для взаимодействия с точками. Одна находится на нижнем уровне, вторая на верхнем уровне. Между уровнями четыре этажа, которые вам периодически придется преодолевать. Бывает, складывается так, что одна точка взаимодействия загорается на нижнем уровне, а следующая тут же на четвертом этаже. Вы подбегаете туда, взаимодействуете, и следующая точка опять на нижнем уровне. И вам надо туда бежать. Где-то, наверное, процентов 80 проведенного времени вот на этом рабочем занятии вы будете бегать. В общем-то, как и на всем этом проекте. Как располагаются точки, никто понятия, видимо, не имеет. Что такое оптимизация игрового процесса для разработчиков, это понятие неведомо. Ну и мне больше нечего даже добавить. Как я и сказал, 80% вы будете бегать. Вот недавно я показывал проект Evolution. Вот по этой ссылочке можете посмотреть. Я назвал этот проект, ну, обычным. Обычным проектом, но там есть вот такая вот фишка. Разработчики оптимизировали для игрока его затраченное время. И точки разместили на очень коротком расстоянии. И на одной плоскости. Здесь же вы будете бегать как сумасшедшие. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, а после этого уже говорить о каких-то красотах или, может быть, о какой-то атмосферности, ну, не имеет смысла. Если говорить о реальности, то где вы видели сварщика, который еще и совмещается по должности с, например, плотником. Да, иди в один конец повари, потом беги в другой конец забей гвоздь, потом спустись вниз. Ну, какая-то чушь. Ну, и опять возвращаемся к оптимизации игрового процесса. Вы действительно забегаетесь. Вот тут вся работа, это бегом, бегом, бегом. Побежал туда, спустился, поднялся, побежал туда, спустился, поднялся. В общем-то, и играть-то не во что, потому что вы все время бегаете. Ну, и еще одно. А что мы получаем за это? Никакой информации вообще нету. Мы ходим по точкам с чем-то взаимодействием, какая-то идет анимация, но что вы за это получаете, непонятно вообще. Вы можете узнать только, спустившись на первый этаж, подбежать к точке устройства или увольнения, уволиться и посчитать, сколько точек вы пробежали и сколько вам за это заплатили. Только вот таким вот образом. Никакой больше информации о том, что вы делаете, сколько вы за это получите, нету. Поэтому, ну, для меня, например, показалось это абсолютно отвратительным занятием. Абсолютно отвратительным. И вот если провести некую аналогию с многим известным проектом DeadNet, не знаю, по-моему, ныне закрывшимся, ну, или с остальными проектами, которые взяли эту же сборку в свое развитие, то там вот эту вот анимацию обыграли. Вы занимаетесь многими профессиями, но вы подходите к машине и меняете инструмент. То есть сначала вы ходите по маленьким расстояниям, кстати, там расстояние вообще в метре друг от друга поварил, сделал шаг вправо, поварил, сделал шаг вправо, поварил, поменял инструмент, точно так же делаешь несколько шагов и заколачиваешь гвозди. То есть здесь-то это выглядит абсурдно. Ну, абсурд, вот как он есть. Ну, вот на проекте DeadNet можете посмотреть вот по этой ссылке, как там это все реализовано. И есть и здесь, кстати говоря, скрипты, которые оттуда были вытащены с той самой сборки. Ну, их мы коснемся чуть позже. Ну, а здесь я задерживаться больше, ну, не хочу. Давайте двигаться дальше. А следующим рабочим занятием хотел бы показать вам работу мойщика стекол. Естественно, мне за кадром пришлось опять мчаться в мэрию, там увольняться, устраиваться, потом мчаться на эту точку. Ну, а точка выглядит вот таким вот образом. Симпатичная анимация. Опять разброс точек, хрен пойми какой. Но здесь локация маленькая, поэтому бегать особо не приходится. Но все равно без двух уровней не обошлось. Поднимаемся наверх, моем стекла, опускаемся вниз, бежим за угол. Моем стекла, поднимаемся наверх, моем стекла, спускаемся вниз. В общем, вот так вот. Даже здесь не смогли сделать более адекватно. Если уж моем стекла, то можно было бы сделать точку за точкой, чтобы просто немножко передвигался вправо и мыл стекла. Но нет, надо бегать вверх-вниз, вверх-вниз. В общем, вот такая вот работа. Давайте не будем на ней задерживаться, двигаемся дальше. А дальше хотелось бы затронуть немножко реализм. Дань реализму на этом проекте. Дело в том, что данный сервер не привязан к реальному времени. И день-ночь здесь чередуется достаточно часто. Так вот, в ночное время здесь мэрия не работает. То есть, вы будете часами просто так стоять. Ну, или идите занимайтесь тем, что вам уже ненавистно. Но на новую работу вы не устроитесь, пока не настанет утро, блин. Чушь. Чушь, ну, в онлайн-игре. Бред сумасшедшего. Ну, чтобы не терять время, в мэрии не стоять, я пошел сдавать на права. Но тут со мной случился такой интересный казус. Оказывается, категория С на этом проекте багнутая. Я ее решил открыть для того, чтобы показать рабочие занятия. Так как я не смог найти магазинов продажи автомобилей, я подумал, что я открою категорию С и покажу вам какие-то занятия здесь. Но категорию С здесь не получить. Она багнутая. И вот представьте, насколько здесь проходимость людей, да, люди заходят и уходят, заходят и уходят. Что даже никто не доходит до категории С. Онлайн абсолютно мизерный. В прайм-тайм здесь было 4 человека. Естественно, люди заходят, толкаются вот в эту тупость с менюшками, с дебильными работами и уходят. Поэтому никто даже не доходит до категории С. И я ее не смог получить. Она багнутая. То есть, заезжаешь на маркер, вот как вы сейчас видите, а он не исчезает. Я написал администрации, да, появился админ. Кстати, странно, у нас было всего 3 человека на сервере. Значит, один администратор, два игрока, наверное. Не знаю, как-то так. Но он появился, да, тоже попробовал, посмотрел, что да, не работает. И знаете, что он мне предложил? А вот послушайте. Открой тикет Дискорд для Лама, да, и опиши проблему. И тегни тогда, там будет человек бустилат. Или мы, да. Чтобы они знали о проблеме, тогда должны будут пофиксить. Ну и вот, друзья, такой вот ответ от администрации я услышал. Если кто-то не понял, то администратор посоветовал мне пойти в Дискорд этого проекта, найти там какой-то раздел с багами, составить тикет, подробно описать всю проблему. То есть, как бы, перефразируя его слова, ты нашел, ты и занимайся этим. А тут, типа, я-то тут при чем? Вот такой вот мне понравился администратор. Правда, надо сказать, что под конец нашей беседы он все-таки понял, да. Не сразу, после намеков, что у меня нет времени, он понял, в общем-то, и согласился. Ну ладно, я пойду сам составлю. Но, тем не менее, вот такое вот отношение. Типа, нашел, ну тогда иди и занимайся этим. Ну и сам факт того, что есть такой косяк, да. Но настолько текучка кадров на этом проекте, что до сюда даже никто не доходит. Администрации даже неизвестно про этот баг, потому что, ну, игроки не задерживаются. Столкнулись с дурацкими менюшками, с дурацкими работами, с неинтуитивностью этого проекта, с кучей беготни. Даже до этого этапа никто и не доходит. Поэтому администрация даже и не знала, что у них вот такое вот количество времени, а эта категория С не работает. Ну ладно, что ж, я сдал на остальные категории, которые работают. И двигаемся дальше по рабочим занятиям и местам на этом проекте. Двигаемся, конечно же, на велосипеде в другой конец карты. Просто потому, что до аренды автомобилей надо было бежать примерно столько же, сколько до этого сраного Палета Бэй. Ну ладно, на проекте есть фермерское угодие и здесь есть три специальности. Тракторист, прополка и сноска сена. Видимо, не придумали ничего, просто называется профессия сноска сена. Начнем с тракториста. Взаимодействуем, выбираем должность тракториста, появляется трактор, мы уже в нем. И далее мы просто ездим по каким-то точкам. Не по грядкам, как я показывал на некоторых проектах, где точки расположены просто вдоль грядок. В одну сторону, потом разворачиваемся и едем в другую. Нет, просто рандомно. Где-то на одном поле загорится точка, на другом поле загорится точка, где-то вообще в стороне загорится точка. Некоторые точки даже навигатор прокладывает, потому что он в миникарте не помещается. И мы вот так вот просто по ним ездим. Что это такое, я не знаю. Но это же не работа тракториста. Я не знаю, что это. Вот как везде, как все на этом проекте, просто от балды сделано. Разбросали точки, просто по ним ездить зачем-то? Никакого, ни атмосферы, ни оттуражности. Зачем это все? Просто ездим по точкам, ты же тракторист. Следующая профессия, это прополка. Выглядит вот так вот. И тут опять вот эта болезнь с точками. В одном конце поля загорается точка, потом в противоположном конце поля загорается точка. И еще я вот здесь понял, что авторы данного проекта не умеют работать с анимациями. Как вы можете заметить, анимация копания, да? Она применяется на многих проектах, но она урезанная. А сейчас вы можете увидеть полностью всю эту анимацию. Она рандомная. Иногда он копает, отдыхает, на что-то смотрит. Иногда он просто ложит лопатку, с кем-то разговаривает. Ну, анимация вот вообще полная. Я на самом деле ее вижу первый раз. Они не умеют обрезать анимации. Они их просто приклеивают вот к скриптам полностью. Ни на одном рабочем занятии нету обрезанной анимации. Я это еще потом покажу. То же самое и с банковским аппаратом. Если вы нажали взаимодействие с банковским аппаратом, перекинули деньги или сняли деньги, то вы будете стоять и ждать, когда эта анимация закончится. Они не умеют ее отрезать. Будете до конца ждать. Вот он там что-то скребет руками, перекладывает. Ну, все, анимацию от начала до конца вы просмотрите. Пока она не кончится, вы не отойдете от банковского аппарата. То же самое и на грядках. Вы не сойдете с места. Будете смотреть эту анимацию, а она длится достаточно долго. И потом бежите через все поле в другой конец. Опять, ну, о какой атмосферности или антураже можно говорить, да? Где вы видели прополку? Я побегу в один конец и вырву сорнячок. Потом побегу в другой конец и вырву сорнячок. Почему не разместить эти точки прямо вдоль грядки, одну за одной? Чтобы это было хоть похоже как-то? Ну, нет, нет, зачем, зачем? Просто раскидаем точки, как попало. А пускай игрок задолбается нахрен на нашем проекте и больше не зайдет сюда. Вот, наверное, девиз этого проекта. Следующая работа, которая называется «Сноска сена». Выполнена вообще каким-то странным образом. Сейчас вы можете заметить, что персонаж двигается отдельно от стога сена этого, или как он называется, брикет сена. Я не знаю, как это сделали, но вот это выглядит вот так. И на этом занятии урезан бег. То есть вы вот, когда взаимодействуете на точки, да, все, в этот момент shift не работает. А точки выпадают вот такие вот. Я даже не пожалею от эфирного времени и покажу вам, сколько это занимает. И еще раз скажу, бежать нельзя. Надо идти пешком, вот таким вот шагом. Смотрите, сколько времени это занимает. Это, я не знаю, вот серьезно, у меня не хватает слов, когда я вот начинаю здесь на этом проекте чем-то заниматься. Но вот как это можно было сделать? Я не знаю, для кого это? Зачем это? Кто этим будет заниматься? Вы тестировали вообще? Вы пробовали этим заниматься? Кто-нибудь вообще экономикой занимался? У меня действительно нет слов. Что это за бред? Я не знаю. Вот столько времени это занимает. И это только один брикет. Представьте, если вы захотите этим плотно позаниматься, сколько вам придется бегать? Вот следующая точка выпала опять туда же. Блин, ну нет, я больше не могу находиться на этом рабочем занятии. Пошло оно все в зады и в ницу. Идем дальше. А дальше у нас работа, вернее, профессия фотограф, которая вот как раз и выдернута, как я говорил в начале ролика, из сборки Детнет. Ну и здесь она, в общем-то, вся. Вот на этой работе применяется менюшка со скрипта, выдернутого с Детнета. И здесь есть оповещение о том, сколько вы заработали. Ну, эту работу не буду, в принципе, долго показывать. Многие ее знают. Ездим, фотографируем. Правда, мне иногда говорили, что надо какие-то делать специальные кадры. Но я не знаю, как это делать, потому что он делает все автоматически. Ну, в общем, вот такая вот работа. Идем дальше. А дальше я устал от постоянной беготни за арендой транспорта. Надо, правда, отметить, что когда вы арендуете транспорт, он остается с вами до конца. То есть, если вы перезашли в игру, то он, естественно, исчезнет. Но пока вы в игре, ваш транспорт останется при вас. Ну, естественно, на той точке, где вы его оставили. Если вы удалились, то либо бегите туда, либо бегите к арендованному транспорту. Ну, я решил купить автомобиль. Но вот магазина по продаже автомобилей я не нашел. Я объехал все. Я не знаю, где они, как это сделано, где надо покупать автомобили, я не нашел. Но я натолкнулся вот на такое вот местечко, которое называется, по-моему, транспортное агентство. Ну, что-то такое. К тому моменту я уже был выбишен и выведен из себя. Поэтому вот я увидел три иконки и подумал, что, наверное, вот здесь продаются автомобили. Но нет, автомобили и здесь не продаются. Но здесь можно арендовать транспорт себе. Может быть, так и заменили продажу автомобилей, я не знаю. Но вот здесь я выбрал грузовик и нашел точки по сбору ресурсов. Ну, и я подумал, что здесь можно собирать ресурсы и продавать их. И так действительно можно делать. Но вот первое, а тогда вот это вот занятие исключает вообще все остальные профессии. Напрочь. Зачем заниматься строительством, прополкой, носиться на тракторе или таскать сено? Зачем? Если можно арендовать машину и работать на себя. То есть все остальные рабочие занятия, они вообще нахрен больше не нужны. Надо ехать сюда, брать машину и работать на себя. Не знаю, вот что это, как это, я не знаю, что за абсурд на этом проекте. Я говорил вначале, что никаких левелов здесь нету. Вас ничто не ограничивает. И даже то, что я не смог получить категорию С, меня не остановило. Я, как вы видите, взял в аренду автомобиль и я еду на добычу ресурсов. Я выбрал дерево, потому что я знаю, что здесь есть переработка древесины, поэтому я поехал на древесину собирать дерево. Еще есть шахты какие-то, еще можно собирать хлопок. Но вот куда это все деть, я не разобрался. Я подумал, что с деревом будет гораздо проще. Я нашел, куда продавать мясо животных. Здесь бегают дикие животные. Это я потом покажу. Я нашел, куда продавать рыбу. А вот со всеми остальными я так и не понял, что надо делать. Ну, давайте все по порядку. Выезжаем на точку добычи древесины. Как я и говорил, разработчики не умеют работать с анимациями. Повешена анимация ремонта двигателя. Причем анимация бесконечная. Как только вы нажали на Е, он будет, ну, он бесконечно будет заниматься ремонтом кустов в данном случае. Он ремонтирует кусты и вам надо будет периодически самому буквой Е останавливать эту анимацию, чтобы он начал по новой. Иначе ничего не произойдет. Ну, и когда вы нажимаете букву Е, я уже понял, как только он понюхал руку, да, что-то потрогал, там, понюхал руку. Вот в этот момент примерно надо нажимать букву Е, чтобы он опять начал собирать древесину. У вас в инвентаре появляется древесина, которую вам нужно будет переложить в грузовик. Для этого лучше всего грузовик подогнать поближе. И вот тут начинается такая мастурба, которую я встречаю в первый раз. Я уже как-то ругался там на проекте Genesis, например, что тоже там через инвентарь перекладываем все собранное в машину по одной единице. Но здесь это сделано просто мега убого. Просто мега убого. Вам надо взаимодействовать с этим меню следующим образом. Нажимаем И, инвентарь, нажимаем вниз один раз, выбираем дерево, нажимаем Enter, прокручиваем в следующем меню три раза вниз, нажимаем на дерево тоже Enter, загорается в меню машины, нажимаем на машину, погрузилось. И вот таким вот образом вам надо совершить манипуляцию в 8 нажатий клавиш, чтобы погрузить одну единицу дерева вот в эту машину. В машину помещаются миллионы, миллионы. Мне же удалось загрузить всего, ну вот вы видите, тут в кубатуре что-то, да, ну можно миллион кубов, там 9 миллионов кубов, по-моему, загрузить, да. Мне же удалось накалашматить, ну почти 15 тысяч кубов, а можно 9 миллионов. Ну и все это вот надо делать по 8 нажатий. Как вы можете заметить, мне удалось собрать 74 единицы древесины. Умножьте 74 на 8 и получится 592 раза я шлепнул по клавиатуре разными комбинациями. И вниз, вверх, вправо, влево, Enter. Я как стенографистка сидел, херачил на клавиатуре. 592 щелчка я сделал вот за это время. Если вы подумали, что я задолбался манипулировать клавишами на клавиатуре в количестве 592 раза, то нет, я поехал на переработку. Переработка находится в стандартном месте, где добыча древесины, вот рядом с Полита Бэй, там лесорубка и тому подобное. Там находится переработка, вот вы сейчас это видите. Вот здесь началась проблема. Чтобы сделать здесь доску из одной единицы древесины, получается 4 доски, которые надо потом положить обратно. А помните про 8 комбинаций с одной единицей? Так вот теперь число 592 умножайте на 4. Вот тут-то я задолбался. Если вы заметили, то я собрал 74 единицы дерева. И теперь каждая единица дерева превратилась в 4 единицы доски, которую точно так же, как и дерево, надо перекладывать с помощью 8 комбинаций на клавиатуре обратно в машину. Мы не берем, что еще надо это дерево достать из машины. Я даже это считать не буду, там еще 5 комбинаций на клавиши надо нажимать, чтобы достать дерево из машины и положить себе в инвентарь. Только тогда начнется переработка. Нет, просто берем эту доску сраную и перекладываем в машину. Так вот, если умножить 592 раза на 4, получается 2368 раз мне пришлось шарахнуть по клавиатуре, чтобы переложить эту сраную доску. Плюсуйте сюда еще 592 раза на точки, где я это дело заготавливал. Так вот, любая сценографистка, будь она вообще отшиблена, она бы сейчас позавидовала, сказала, дурак-то человек. Даже дикие животные, они обозначены точками на карте, на мини-карте. Даже они сошлись посмотреть, чем этот идиот там занимается. Под конец, после уже 2000 нажатия, я уже начал путаться. Там есть в менюшке выкинуть, что-то там применить, всякая хрень. Я уже что-то не нажимал, там и применить, и выкинуть. В результате последние бревна я не смог доделать. Выглядят они вот так, в виде карточек каких-то. Я все это выкинул, потому что, ну, уже сил нету нажимать эту херню, блин. Ну, поэтому валяется все это на земле, я все повыкидывал. Не представляете, какое же было мое разочарование, когда после всего этого я выяснил, что на проекте нету точки, куда это можно сбагрить. Продать это некуда. Ну, я не знаю, по какой причине. То ли разработчики забыли добавить точку сбыта, то ли, ну, я не знаю. У меня нету никаких оправданий к тому, что происходит. Ну, нету. Я нашел, куда сдавать мясо, куда сдавать рыбу. Я объехал здесь все. Я облазил все менюшки. Я облазил всю карту. Я писал администрации в игре, чтобы мне помогли и разъяснили, в чем проблема. Но не смог ни до кого достучаться. Я зашел в Дискорд, написал там. Писал, кому попало уже, потому что администрации половины просто нету в онлайне, в прайм-тайм. Писал кому-то, но никто не отвечал. Потом пришло мне сообщение, что вы неправильно оформили заявку, оставьте какой-то там тикет, правильно его оформите, инструкции, как надо его оформлять. Тогда с вами свяжутся. Блин, ну, у меня слов просто нету. Серьезно, у меня просто нету слов. И здесь нету точек, куда это сдать. В результате я потратил это время и это количество нажатий на клавиатуру просто так. Ну, вот просто так. Потому что разработчики решили, что, ну, а пока зачем это надо, да? Ну, зачем? Пускай игроки заходят, вот в это упираются, тыркаются на клавиатуре там по две тысячи раз чего-то. Ну, а зачем продолжать эту миссию? Не надо, не надо. Ни информации, ничего больше не надо. Сами разберутся, если смогут, не разберутся. Ну, и не надо, значит, сюда приходить больше. Ну, наверное, вот так. Как я и сказал, девиз этого проекта – задолбайся и вали отсюда. Наверное, вот так. По-другому я ничего больше сказать не могу. На этом мое терпение вообще просто, ну, лопнуло. Словарный запас у меня даже сейчас уже начинает бомбить просто от того, как я вспоминаю, то, что со мной там приключилось. Поэтому я просто бросил эту сраную машину, развернулся и ушел. Вот такой вот, друзья, у меня получился обзор данного проекта. Поэтому заходите, пожалуйста, поиграйте, почувствуйте всю прелесть данного проектика. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok